Вам будет направлено письмо со ссылкой на степик. И будет от степика получено приглашение принять часть я в качестве соавтора. Ваша работа будет заключаться в том, что в таблице достижений вам будут обозначены файлы в Вёрдовске, которые я всем вам разошлю. И эти файлы вы должны будете занести в отдельные шаги степы этой оболочки степик примерно по такой технологии. Рисунок копируется отдельно, вставляется в какой-то графический редактор. Этот рисунок пришлось увеличить. Получилось не очень красиво, потому что рисунок был растровый. И видны все огрехи, возникшие при увеличении. Но в этом случае давайте оставим. Когда увеличил на 200%, то рисунки стали некрасивые. В этом случае рисунки в любом графическом редакторе придется перерисовать. Скорее всего, это надо будет делать обязательно. Потому что мы же будем делать приличный продукт, который будет доступен всем в интернете. Чего ж позориться-то? Обязательно надо будет файл сохранить на диске и открыть страничку с квизом. Сюда вставить текст. В тексте все символы математические, например, поверхность S, вставляются только через редактор для тех. Латинские буквы или целиком формула должна быть слева и справа ограничена формулами. После текста вставляется рисунок. Который вы со своего компьютера должны вставлять. И, наконец, увеличивается число предлагаемых вариантов ответов до 4. Здесь у нас правильный получается вариант C. Число силовых линий выходящих из замок топерстики больше, чем число силовых линий входящих. То есть поток положительный. Поэтому ответ, обозначенный буквой C, мы обозначаем как правильный, поставив здесь галочку и убрав в другом месте. И нажимаем на кнопку сохранения. Первый квиз готов. Это будет первый тест из контроля работы. Нажимаем на кнопку продолжить редактирование. Добавляем еще один. Чуэсквиз. То есть вариант теста с выбором правильного ответа. Здесь у нас много формул. Придется работать с формулами. Формулы не копируются. Я попробовал это сделать. В текст вставляем по-прежнему математические символы. Таким образом, чтобы они были... Чтобы они были слева, справа, обрамнены знаками доллара. Формулы степик воспринимают лучше, если мы их пишем в тексте. Не в поле ответов квиза, а в тексте. Удобно разбить экран на две части. В одной с одной будет написана формула, а с другой стороны мы будем писать. Ну, вот здесь написаны примерные... Написаны такие образцы для того, чтобы вы могли это делать. Литература, которой можно пользоваться для помощи, будет вам указана в конце. Греческие буквы начинаются со знака обратный слэш. Это символ оператора. Фрэк – это частное отделение. Стандартно обозначается возведение в степень и подстрочные символы. Выбираем правильный ответ. Первый, второй, третий, четвертый. Здесь у нас будут написаны только номера в квизе. Что-то здесь неправильно. Сейчас подредактируем. Опять не понимает формулу последнюю. Какая-то ошибка есть. Здесь сравним с предыдущей. А, в конце доллар забыл поставить. Все преобразовалось замечательно. Ну и можно проверить.